Коллеги, еще какие вопросы есть? Спасибо, Василий Васильевич. Так, желающий выспеть по данному вопросу есть, коллеги? Есть. Пожалуйста. Дегтярев. Пожалуйста. Намеренно не сдал вопрос, потому что все ответы сводятся к одному, все проработано. По-моему, очевидные вещи говорил и Михаил Николаевич Матвеев, и самое главное, наш коллега Ибрагимов, о том, что действительно можно будет бесплатно рыбачить с берега. А что будет с человеком на катере, который на 200 метров отойдет от Самарских берегов или от любых других, от Сызранских, нам никто не говорит. Только есть заверение о том, что будет все бесплатно. Почему получилась волна недовольства? Потому что в других регионах уже начали взимать плату за рыбалку или штрафовать рыбаков те же самые рыбоинспекторы доблестные. Поэтому мы просто-напросто в Самаре скоро столкнемся с этой проблемой. И потом наши коллеги нам придется смотреть в глаза простым людям, которые хотят рыбачить. Поэтому главная концепция закона... Это выступление, это не вопрос, коллеги. Прошу послушать. Так, коллеги, внимательно. Главная концепция закона, я согласен со многими депутатами, должна исходить из того, что интересы простого человека, рыбака должны соблюдаться. А интерес простой, выйти с удочкой или на берег, или отплыть, отойти от берега на лодке или катере и порыбачить. Этого не будет бесплатно, и это очевидно. По поводу самого законопроекта, он очень сырой. Вот эти проценты, которые обсуждаются, они явно не проработаны, никто их не может обосновать. Не надо спешить. Мы ведь не призываем не принимать законопроект, разработанный доблестным комитетом по сельскому хозяйству вместе с правовым управлением. Мы говорим, подождите, закон об аквакультуре еще не принят. Как только он будет принят, будут внесены изменения в закон о рыболовстве, новые. Главное то, что законом в нынешней редакции федеральном дается возможность штрафовать простого человека с удочкой. И это уже происходит в других регионах. Что будет летом, и как будут коллеги, которые сейчас проголосуют за, смотреть простым рыбакам, остается только гадать. Спешить не надо. Предлагаю фракции двух партий, которые я называю партией технического большинства, воздержаться. Не надо против голосовать. Давайте воздержимся. Подождите.